Никит, привет! Ты некоторый период своей карьеры провел в ЦСКА. Можешь немного пару слов про те времена вспомнить? Я был в Академии ЦСКА последний год, потом пригласили в дубль. Ну и год, наверное, я был в дубль еще. Ну и там получилось так, что уехали бразильцы на чемпионат Америки, по-моему. И мы их там с Тихоном заменяли там несколько туров. Про бразильцев можешь немного рассказать? Какой уровень был, как вообще в коллективе к ним относились, как вели себя? Они такие ребята жизнерадостные, как все эти латиноамериканцы, да, карнавал у них, все такое. Собственно, они так и играют, и на тот момент они были лучшей парой, там, Жой и Вагнер. Наверное, это, может быть, даже сейчас являются, вот, если там исторически посмотреть. Большой опыт, тренировка с ними, как бы, просто, да. Ну, я там ненадолго задержался, поэтому было приятно. Ну, вот, когда бразильцы уехали, ты начал выходить. Вот, как тебя Валерий Георгиевич Казаев настраивал, что говорил? И вообще, вот, какой, так сказать, вклад он в твою карьеру признес? Ну, получается, что большой вклад, потому что, если бы, наверное, он меня не подпускал к основному составу, может быть, я в уголку и не начал играть, потому что, ну, конечно, когда за ЦСКА выходишь за основный состав, там, даже несколько матчей, все равно привлекает внимание там углов поменьше, да? Вот. Ну, и, собственно, получилось. Я опустился там либо пониже и уже с этого стартанул. Тяжело было вообще в том составе выходить, потому что это, по сути, была еще чемпионская команда и, наверное, такое давление было. Скажи, насколько было прям справляться? Да, конечно, мы не были готовы, молодые ребята, там, там, как такового, там, и уровень уже просто где-то пытались там старанием еще какими-то качествами заменить все это, и... Я не помню, мы там, по-моему, немного выиграли вообще на тот момент, поэтому такой достаточный был период провальный, по-моему. Побед не было, вообще-то. А ушел почему, если не секрет? Ну, почему-то какой секрет? Так сказали, что, ну, как бы, надо расти, надо дальше двигаться, там, уровень дубля, уже нет смысла играть. Ну, в основном составе, соответственно, играть не будешь, как бы, особо, поэтому надо было интимно, да, то, чтобы... чтобы расти, вот, и хорошо, что я ушел. Я, там, провел хорошее время в Шиннике, и, собственно, потом уже дальше начал развиваться. Каким тебя Газаев запомнился? Ну, это очень требовательный тренер, конечно, и у него очень тяжелые были тренировки, но так и надо. Такой тренер, когда должен быть для руководства, в принципе, в чемпионской команде, там, нельзя, там, я не знаю, быть мягким, там, требовать людей, чтобы они показывали максимум, то есть, самые теплые впечатления и воспоминания. Можешь, пожалуйста, вспомнить какое-нибудь, вот, самое тяжелое, самое такое, прям, жесткое упражнение, которое было у Газаева на сборах, потому что, вот, ты мне рассказываешь, что, да, у него, правда, очень тяжело было. У меня, как-то, на зимних сборах я у него не был, я был только на летних, они, собственно, были короткие, и, ну, там, были тесты Купера, если знаете, что это, 12 минут надо пробежать, там, 3 с чем-то километра, вот, ну, и много разных упражнений на физику, когда, естественно, с молодых спрашивают, конечно, много больше, вот, или стараешься все выполнять на максимуме, и это, правда, тяжело, но после этих сборов, ты летаешь по полю, на самом деле. А можешь какой-нибудь, вот, прям, главный его совет тебе вспомнить? Ну, я не могу сказать, что я с ним, там, прям, общался наедине очень много раз, да, но он себя требовал, там, хотя бы, сейчас уже сложно вспомнить, это было, там, 15 лет назад, вот, и, как бы, от нас, Дмитрием Тихоновым, требовали, там, какие-то моменты футбольные, чтобы мы их выполняли. Ну, соответственно, мы старались выполнять, там, по-разному получалось, вот. А с Болотного в Академии тогда еще не застали? Да, мы вместе жили в интернате, вот, я год, год провел в интернате, и за Болотный, и там, и Ник Макуллин сейчас играет за Нижний Новгород Нововещенников, соответственно, он, правда, был москвич, вот, всех этих ребят, конечно, я давно знаю. Выделялся он тогда? Кто? Антон с Болотной. Ну, насколько я помню, он был одним из лучших нападающих, там, возраста своего, и, по-моему, и сборной играл, и, как бы, ну, конечно. А в нынешнем составе кого бы выделил? В нынешнем составе ЦСКА. Мне очень хорошая, добротная команда, мяч Аллахарайс. А ты же с Эдотом работал, да? Конечно. Вот про Владимира Валентиновича можешь тоже пару слов, вот, как тебе работа с ним, насколько сложно, и, вообще, какой, каким он тебе запомнился, как тренер? Ну, если тренер добивается результаты, каждый день растет, добивается, ведет со мной команду с другой, ну, соответственно, значит, он неплохой тренер, да, вот. И у него есть свой почерк, есть какие-то свои моменты, и его команда, как бы, видно, понятно, и у него очень хороший штаб помощников, которые, естественно, ему помогают очень. Ну, вот, поэтому они наверху. Кстати, вот, если говорить про его почерк, вот, его часто критиковали за то, что он вот все время играет по одной и той же схеме, ну, вот, даже вот сейчас, будучи в ЦСКА, ты, поскольку поиграл, скажи, есть ли такой момент, что Владимир Валентинович вот реально ее прям наигрывает, и вот основная цель в этой схеме – это прям наладить командные взаимодействия на каждом участке, чтобы каждый игрок понимал четко, что вот он делает на этой позиции? Ну, у каждого тренера есть своя схема. Я не думаю, что Гвардиола не имеет, он тоже имеет свой какой-то почерк и свою схему, соответственно, это нормально. Вот, конечно, он… Вообще, химия в коллективе, когда на поле складывается, это очень важно. Можно иметь какие угодно задумки, да, там, тренерские, но если химии нет, если команда не сыграна, может, ничего не получаться. Вот, поэтому, условно, сейчас, вот, допустим, у нас, нам нужно время, допустим. Вот. Ну, Владимир Валентинович тоже первую часть сезона в ЦСКА. Мы видим, там, они играли с переменным успехом, да, а сейчас какая-то химия сложилась, и вот они уже играют более стабильно и уже там борются за второе место, да, не помню, на втором месте. Да. Вот, соответственно, лучший результат этот нормально, время идет, и я думаю, что со временем они будут делать еще лучше. Возможно, в следующем году они там в Зениту навяжут чемпионские, ну, за первое место будут бороться уже, вот, поэтому это важно, конечно. Понял. Спасибо, нефтья, большое. Спасибо.